Евросоюз предлагает остановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Инициативу, как пишет агентство Bloomberg, рассмотрят во время обсуждения нового пакета санкций. Нефтепровод «Дружба» — единственный оставшийся нефтепровод в Европу. Евросоюз предлагает остановить поставку российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Инициативу рассмотрят во время обсуждения нового пакета санкций, передает Bloomberg. Нефтепровод «Дружба» — единственный оставшийся нефтепровод в Европу. У него две ветки — северная и южная. Сейчас нефть идет только по южной, через Украину, в Венгрию, Словакию и Чехию. Нефть по «Дружбе» в Германию и так не поставляется, так что предложение Евросоюза может быть призвано закрепить эту практику на уровне санкций, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. По факту там ничего не изменится, то есть и так нет поставок. Поэтому никакого особого смысла и изменения по торговле это не приведет. Сейчас по санкциям Евросоюза не запрещено импортировать российскую нефть нефтепроводным транспортом. Эмбарго касается только нефти, которое переводится морским транспортом. В то же время европейцам нужно как-то наполнить этот одиннадцатый пакет. Германия, например, отказалась импортировать российскую нефть с 1 января 2023 года, вот именно на уровне национальной юрисдикции. Теперь они хотят возвести это в уровень ЕС. Польша же, со своей стороны, она вообще не вводила запретов, хотя весь 22-й год, в общем-то, призывала все остальные страны это сделать и заставляла Германию это сделать. В итоге Германия ввела запрет, а Польши нет. Но Польша решила, что она доработает те контракты коммерческие на поставку российской нефти, которые у нее существуют, а вот новые контракты подписывать не будет. И в итоге это произошло с договором Роснефти. Он закончился, они продлевать его не стали. Но договор от нефти у них продолжался. И тут уже российское руководство, по сути, перестало согласовывать график отправки по нефтепроводу «Дружба» в адрес Польши. То есть, по сути, уже Россия запретила эти поставки. По факту, этих поставок и так нет. И были лишь отдельные партии прокачки нефти из Казахстана, транзитом через Россию по нефтепроводу «Дружба» в Польшу и Германию. Ну и плюс, чтобы в дальнейшем, в общем-то, эта торговля не возобновилась. То есть, в этом плане это выгодно другим поставщикам. Ну и, соответственно, это в какой-то степени перекрывает возможность еще договоренности по немецким НПЗ. То есть, в этом плане это выгодно Польше для того, чтобы, в общем-то, немцы не договаривались с Россией по прошествии, может, какого-то времени о нормализации отношений. Ведь Польша давно хочет, чтобы через нее шли поставки в Германию. Поляки, может быть, рассчитывают на то, что Германия в дальнейшем будет продавать, по сути, отобранные у Роснефти НПЗ. И, соответственно, может быть, польские компании станут одними из собственников. А вот как раз-таки запрет на поставку нефти по дружбе, он в какой-то степени, в общем-то, призван, наверное, и России, в общем-то, отвалить от попыток вернуть право собственности на НПЗ. Ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Евросоюз предлагает сделать исключение для Венгрии, Словакии и Чехии, которые получают нефть по южной ветке нефтепровода. Так как инициативу будут обсуждать в рамках санкционного пакета, для ее принятия нужно одобрение всех стран-участниц Союза.